Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет об Осипе Мандельштаме. Как всегда, предваряет наш разговор в программе Zoom видео о Мандельштаме. Это сегодняшняя тема, как и в случае с Ахматовой Мандельштамом и Киев. И отсылаю вас к тем видео, которые уже имеются на моем канале, например, Мандельштам Европеец. Думаю, это тоже было бы весьма полезно, предваряя наш разговор, познакомиться с тем, что уже высказано. Само слово, само имя Осип Мандельштам, Осип Емельевич Мандельштам, крайне важно, поскольку Мандельштам все время думает о нем. И это в традиции древних мистерий, античных и библейских, традиции восприятия своего имени, как своего рода посвящения и заговора. И отсюда его никакой другой Иосиф, не есть Осип Мандельштам. Он постоянно воспринимает свое имя как некую данность, которая помогает ему в становлении и поэтическом, и гражданственном. Эмельевич тоже небезразличный, поскольку любимый и драгоценный для Мандельштама отец, Эмилий Мандельштам, связан с традицией Эммануэйлов, образов тех, кто должен прийти и спасти народ. Эммануэлл на осляте, как бы все время мыслит себе Мандельштам, вспоминая имя своего отца. Но Осип и Иосиф, конечно, связаны с патриархом Иосифом и с его пребыванием в Египте. Египетская судьба, египетская планета, диаспорический мир, в котором помещен потомок Авраама. И фамилия Мандельштам ведь переводится очень просто с немецкого «корень миндального ореха». И, тем не менее, вкус, привкус кулинарной особенности и сама тонкость скорлупки, миндаля, все это значимо для Мандельштама. Он чувствует себя своего рода природным, естественным продолжением этого крохотного ореха. И вся его жизнь, поднанная как скорлупка, как шаткая и хрупкая скорлупка, напоминает ему о том, что все это вписано в его имя и коренится в его имени. Но, как правило, ополчается на Мандельштама прежде всего ненавидя и ругая его имя, его по имени. И отсюда такие частые у Мандельштама попытки обороны своего родового имени. И отсюда часто Мандельштам вынужден толковать о том, что он не тот, не тот Мандельштам, которому надлежит чесать собак, Мандельштам чеши собак. И не тот Мандельштам, который... Третья, десятая, пятая энная, он никакого современника не желает, современника не желает видеть рядом с собой. И это право на самостояние крайне важно для него персонально, для акмиизма в целом. И Мандельштам... Озип Мандельштам... Озип Эмильевич Мандельштам... Заканчивается это все предвидением, пророчеством. Ну, какая не улица, это яма Мандельштама. И как бы снижение, предельное понижение пафоса именного, номинативного величественного статуса, который Мандельштам пронес сквозь свою жизнь представляется ему чрезвычайно страшной судьбиной, от которой он не может убежать. И это яма Мандельштама, заложенная уже в звучании его имени, вечный упрек. Современникам вечный упрек тем, кто покусился на имя поэта. Но имя поэта звучало гордо, звучало возвышенно в сознании многих современников. Часто вопреки тому, что звучало оно совсем не по-русски. Но мы знаем, что влюбленность в Мандельштама, свойственная многим современникам, ну как бы приумножалась его инакостью, его что ли восточностью, его ориентальностью. Так Цунилов Мандельштаме эти немыслимые ресницы Цветаева. Очевидно, подобным же образом относилась к Осипу Эмильевичу и Ахматову, видя в нем некое продолжение древних любимых ею поэтов, начиная с Давида. И Надежда Хазина. Эта женщина в судьбе Мандельштама была и спутницей подругой, и нищенкой, и тем, с кем, может быть, только вдвоем оставалось просуществовать до конца. И Абриума, Мандельштамм своего вечного спутника в Киеве в 1919 году. Есть много источников, которые говорят о том, как и при каких обстоятельствах все это случилось, но укажу только на личные воспоминания Надежды Яковлевны. Хазина и Мандельштамм, она ведь написала много томов, мемуаров, таких как «Воспоминания», «Вторая книга». Совсем недавно прошел юбилей Надежды Мандельштамм, да, сейчас празднует юбилей вдов. И вот обнаружилось, что в архивах и Принстона, и московских галецгалии имеются еще многие материалы Надежды Мандельштамма, в том числе письма к Осипу Мандельштамму 1919 года. И это письма, отправленные ею из Киева в Крым, куда Осип Именич уехал. При малейшей возможности он стремился продолжить путь. И в Киеве скверно, Маковейский уходит на фронт, вот что мы знаем из этих писем. Скверный Киев. Только что, казалось бы, несколько месяцев назад, это был, может быть, единственный город Отечества, где было хорошо. В Москве скверно, в Питере скверно, по всей Великороссии скверно. И на Украине хорошо. И только что, казалось бы, праздновался всем авангардным Киевом. А какие были авангардисты, среди этих замечательных мастеров, было и Александр Экстер, и Исаак Рабинович, были великолепные художники, и поэты Владимир Маковейский, Бенедикт Лившец, и сам Мандельштам и Григорий Петников только что праздновали 1 мая. И вот говорят, по воспоминаниям самой Надежды Хазни, получается так, по воспоминаниям Юрия Терапьяна, приятеля Мандельштама и Маковейского, Киевского, получается так, что именно 1 мая, в день рождения известного уже в ту пору театра Веда и эссеиста Александра Дэйча, в день рождения его познакомились Озип Мандельштам и Надежда Хазина. Дело было в кафе «Хлам» в подвале гостиницы «Континенталь» на одной из самых роскошных киевских улиц. Соседствует это здание гостиницы с великолепным театром Соловцов и цирком. Вот в этом именно мире, но в подвальном мире, свершилось некое сближение Озипа Мандельштама и Надежды Хазиной. Надо понять, что и Озип Мандельштама, и Надежда Хазина люди крайней свободы, внутренней и во внешних проявлениях в немалой степени тоже. И от того слова Надежды Хазиной, что мы сошлись, в этот же день сошлись, и вот это безумие первого сближения, первого вожделения, страсти, любви, все это сказалось на интонации, на интонировании, что ли, отношений киевского периода Надежды Хазиной и Озипа Мандельштама. Тем не менее, это не закрепилось как некое решение в их сознании. Мы решили быть вместе, никогда не расставаться. Это был только подступ. И не случайно брак Мандельштама и Надежды Хазиной состоялся несколько позже, в 1921 году. А вот в 1921 году их обвенчал, собственно, обручил в кафе, греческой кофейне на Софиевской улице в Киеве Владимир Николаевич Маковейский, в котором я тоже делал сюжеты в нашем канале. Автор «Пандемониума иронима нуля», важно, что и Надежда Хазина, и, собственно, уже Мандельштам, и Юрий Терапьяна вспоминают о том, что Мандельштам в Киеве чувствовал себя как в некоем древнем элизиуме, в древнем мире теней. И это некое братство душ всех когда-либо живших высоких поэтов. Это остров, на котором вершится некая дивная судьба, некий миракль, некое чудесное действие театральное. И вот в этом действии театральном, как на каменных отрогах, переводили музы, первый хоровод, и происходит знакомство Надежды Хазина и Осипа Мандельштама. Там их обручает сын священника, сын профессора Киевской Духовной Академии Николая Корниловича Маковейского, Владимир Николаевич Маковейский. И это поэтическая свадьба. И она может быть важнее, чем любая другая. И оттого Мандельштам в Киеве в год девятнадцатый видит, может быть, предел своего счастья жизненного, но и предел катастрофы. Поскольку, как мы знаем, в городе менялись власти, переходили белые, уходили красные. Каждая власть оставляла собой горы трупов. На липках, в высоком холме, возвышающемся над Крещатиком, текли реки Крови. Там находилась Чика. Там жил Маковейский. Туда приходил Мандельштам. Он видел своими глазами все невозможное, чудовищное братоубийство, которое творилось в городе, который казался Элизиумом, казался, раем на земле, казался местом, где возродятся античные и библейские традиции. Киев. Киев, в котором стоит Святая София, который Мандельштам, как и о Лавре Печерской, говорил, что это останется навсегда. И вот тут-то протекает Волга Крови, Днепр Крови. И сквозь все времена Мандельштам сохраняет этот образ амбивалентного, двойственного города, где, с одной стороны, есть все надежды, с другой стороны, все надежды разрушены. И спустя почти 20 лет Мандельштам пишет свой Киев, свое стихотворение, в сущности, уже погребальное для всей эпохи, для самого себя, как по улицам Киева Вия. Ищет мужа, не знаю, чья жимка. И на щеки ее восковые ни одна не скатилась слезинка. Не гадают цыганочки кралям, не играют в купеческом скрипке, на крещатике лошади пали, пахнут смертью господские липки. Уходили с последним трамваем прямо за город красноармейцы, и шинель прокричала сырая. Мы вернемся еще. Разумеете? Эти стихи, написанные столько лет, спустя столько лет, говорят о том, что опыт Мандельштама 19-го года в Киеве был чрезвычайно глубоким, могучим. И что сказать для Мандельштама, который всегда предполагает, что в мире заложены уже все данности, все возможности. Нужно только их проявить, нужно их только выявить. Для Мандельштама Киев становится таким образцом, из которого проистекает все прочее. И Моцарт на воде, и Шуберт в птичьем гаме, и Гёте, свищущий на вьющейся тропе, и Гамлет, мысливший пугливыми шагами, считали пульс толпы и верили толпе. Быть может, прежде слов уже родился шепот, и в бездревесности кружились листы, и те, кому мы посвящаем опыт, до опыта приобрели черты. Поистине, в мире заложены все данности, которые поэт только способен прозреть и проявить. Мандельштам написал в 20-х годах очерк Киев. И это одно из лучших его прозаических произведений. Вне всяких сомнений, наряду с египетской маркой, шумом времени, очерках о Феодосии, ибо в Крыму приходилось побывать в Мандельштаму тоже не раз, и о меньшевиках в Грузии, очерк Киев представляется таким шедевром среди шедевров, или, может быть, высшим проявлением мандельштамовского прозаизма. Именно потому, что это вовсе не проза, именно потому, что это поэма. И, конечно, город, который пережил немыслимую, немыслимую четырнадцатикратную беду, этот город, возрожденный город, привлекает Мандельштаму своей жизнестойкости, ибо он сам таков. И спичка серная меня согреть могла, говорит Мандельштам. И вот возрожденный Киев, Киев, в котором живут близкие его верные супруги теперь уже окончательно, официальные супруги Надежды Мандельштам, город, в котором столько приятелей и друзей. Многих уже нет, конечно, как Маковейского, который погиб, сражаясь на белой стороне против красных. Нет и других, которые уехали в Москву или Питер, как Бен Лившиц, Бенедикт Лившиц. Нет и Петникова, который очень много сделал для Мандельштама в бурные годы. Как бы приютил его, показал ему, что Мандельштам не безразличен новому миру, что для Мандельштама открываются огромные возможности. Он дал возможности Мандельштаму и в Харькове, и в Киеве. Так вот, нет и Петникова, Петников в Харькове. Дальше его судьба складывается так, что он уходит в Крым навсегда, и мы благодарны Петникову за то, что он приютил Мандельштама и дал ему понять, что будущность вовсе не черна и не подобна солдатскому сапогу, из которого нет выхода. Петников сделал для нас очень много замечательных переводов, издал книжку по этой молодой Германии, часто опечатал Мандельштама в своем харьковском журнале «Пути творчества». Петников ушел в мир за пределом Мандельштамовского круга, но поначалу был так важен. И вот в 20-х годах Мандельштам видит в Киеве уже другую публику, уже других людей. Тем не менее, все любят Киев, все приезжают в Киев. Это и московские, и ленинградские, и какие угодно актеры. И все в Киеве возобновлено, возродилось, и есть запутанные улочки, есть подворотни, есть дворы, есть огромные дома, ковчеги, которых даже ни в Москве, ни в Питере не сыщешь. Все это полно новой жизни. Днепр входит в свои берега, и полной тридиной жизнью, тридиным дыханием живет русско-еврейско-украинский город. Вот такой вывод Мандельштамовского Киева. И тем не менее, проходят годы, проходят годы, и вновь Киев становится Вием. Как по улицам Киева Вием, это стихотворение, которое предваряет самые мрачные, может быть, стихи Мандельштама о всемирном катаклизме, который непременно грядет, который будет неизбывен, который невозможно уже будет никак обойти стороной или заговорить словом, заговорить магическим именем. Имеется в виду Вторая мировая война. Вот это стихотворение открывает путь к стихам о неизвестном солдате, к поздней лирике Мандельштама. И почему все-таки еще раз зададимся вопросом, не было ничего более значимого в Мандельштамовском Киеве 19-го года, нежели этот перепад возвышенного, прекрасного, символизируемого образом черепахи лиры, которая звучит, а поначалу попросту живет как черепаха, на солнышке греет свой золотой живот, где танцуют музы, все искусства представлены, все бурлит и все цветет, и катастрофы распятий, расстрелов, чудовищных предательств, которые обозначаются киевским 19-м годом. Оттого в 1937-м Мандельштам берет Киев как пример, пример великой беды. Спасибо за внимание, жду ваших вопросов, до ближайшей встречи, весь ваш Виктор Кравец, пока.